Три сельхозпредприятия вошли в топ-100 лучших агрохозяйств России. 22 проекта реализованы в рамках программы инициативного бюджетирования. Эти и другие цифры и факты прозвучали на совещании в Красночитайском районе. О том, что было главным для жителей в прошедшем полугодии, в нашем сюжете. Стабильное и динамичное развитие агропромышленного комплекса района подтверждают доходы. Бюджет исполнен на 152 миллиона рублей, что на 15% больше того же периода прошлого года. Три хозяйства СХПК «Коминтерн», «Нива» и «Колхоз Свобода» ежегодно увеличивают объемы производства. Строится современный завод по производству молока на 1200 голов. Здесь активно реализуют проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах. В 47 проектах мы сегодня участвуем. Это более 31 миллиона рублей. Это та возможность, которую население, проблемные вопросы села сегодня решаем именно через это бюджетирование. 22 проекта уже осуществлены. Ставим теперь задачу, чтобы на следующий год, на следующий год, правительство дает возможность до 50 миллионов каждому поселению, по 5 миллионов объем инвестиций. И ставим задачу, чтобы все 50 миллионов привлечься в район. Проектная деятельность, которую активно поддерживают в Москве и в регионах, сильно меняет жизнь сельских поселений. В Красночитайской школе идет капитальный ремонт. На эти цели выделено более 20 миллионов рублей. И это делается уже в рамках другого проекта – создание современной образовательной среды для школьников. Первый год – это у нас кровля, вентиляция, канализация, водопровод, горячее-холодное водоснабжение и стены туалетные. А на следующий год у нас полностью поменяется электроснабжение, фасад, пожарная сигнализация и внутренняя отделка – это выравнивание стен и потолков. Развивается в районе внутренний туризм. Идет реставрация Краевеческого народного музея, здание которого является объектом культурного наследия. На ремонт выделено 7 миллионов рублей. Укрепление фундамента, в первую очередь, потому что здание старинное уже. Укрепление стен, потом мы планировали внутренние работы это провести. Также отопление будет, водоснабжение отдельное. А планировали крышу, конечно, ремонтировать. Одна из главных проблем в районе – состояние дорожной сети. У нас всего 151 километра муниципальных дорог. В пределах 30 километров они сегодня в надлежащем состоянии. Ну, к дороге, конечно, все они проезжаемые, но более 100 километров они требуют сегодня вмешательства. И те средства, которые выделяются сегодня республикой и с местным бюджетом, 10% мы выделяем, этого недостаточно. Дорожный фонд Красночитайского района составляет 45 миллионов рублей. Из них 15 миллионов уходят на содержание и ремонт дорог сельских поселений. В данном направлении, с учетом реализации национального проекта, мы с соответственными министерствами поработаем. Я думаю, что ситуация в ближайшие годы улучшена. Тем более до 2024 года перед нами стоит задача значительно улучшить нормативное состояние дорог. В ближайшее время в районе отремонтируют более трех километров дорожного покрытия. Значительную часть средств направят на содержание и ремонт районных дорог. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.